175 лет назад, 23 июня 1847 года, произошло судьбоносное событие в истории евреев Пруссии, всей Германии и всей Европы. Объединенная сессия лантагов, то есть земельных парламентов провинции Прусского королевства, приняла декларацию по еврейскому вопросу, которая стала краеугольным камнем, одним из важнейших шагов в деле эмансипации, то есть установления равноправия евреев в Германии. История евреев в Германии в XIX веке полна разного рода противоречий, не обходилась даже без погромов, но если мы абстрагируемся от событий XX века, то есть от гитлеровского нацизма и холокостства, и посмотрим на историю евреев именно в Германии, именно только в XIX веке, то увидим, что вся эта история от десятилетия к десятилетию развивалась, так сказать, в положительном русле. Евреи постепенно уравнивались в правах с христианским населением, получали все больше прав, и если бы наблюдатель в начале XX века сделал бы вывод о том, как в дальнейшем будет развиваться история евреев в Германии, он был бы, скорее всего, полон радужных предчувствий о том, что она будет развиваться только в положительном направлении. И в самом же деле, если мы посмотрим на историю евреев в XIX веке, то мы поймем, что она действительно... Были там не только звезды, но и тернии, скажем так. В начале XIX века, как мы знаем из истории, значительная территория Германии в западной ее части, то есть современная Рейнская область, Вестфалия, были подчинены Франции, и было создано так называемое Вестфальское королевство на северо-западе Германии, куда вошла Рейнская провинция Пруссии и нынешняя Нижняя Саксония, то есть нынешняя земля Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония. Там было создано так называемое Вестфальское королевство, марионеточное, по отношению к Франции, куда Наполеон назначил своего брата. И тем не менее, на этих территориях, подчиненных Наполеону, было введено весьма прогрессивное гражданское законодательство, которое копировал так называемый Кодекс Наполеона, то есть административное гражданское законодательство самой Франции, где фактически устанавливалось полное равноправие евреев по отношению к христианам. После поражения Наполеоновской Франции, освобождения Германии, эта политика была пересмотрена, и равноправию евреев был положен конец. Король Паруси, Фридрих Вильгельм III, был очень консервативно настроен и считал, что евреев никак нельзя уравнивать в правах с христианами. Те евреи, которые при наполеоновской власти заняли какие-то значительные должности, лишились их или могли их оставить при условии крещения. Именно по этой причине в этих условиях в 1817 году прошел обряд крещения и адвокат из города Трира Генрих Маркс, отец будущего основоположника научного коммунизма. Так что Карл Маркс родился уже, можно сказать, в христианской семье. В 1819-1920 годах по всей Германии прокатились так называемые погромы хеп-хеп, которые наиболее сильны были в Берлине. Также они прокатились по Нюрнбергу и Кёнигсбергу. То есть выражалось это в том, что громили еврейские лавки, а евреев в основном занимались торговлей. Доходило дело даже до физических избиений, до рукоприкладства, но значительного количества жертв, по счастью, удалось избежать. Очередной вехой в истории евреев в Германии стали революционные события второй половины 40-х годов XIX века. И нарастание революционной ситуации именно и привело к тому моменту, когда в Берлине в 1847 году состоялось собрание лантагов, которое приняло решение о равноправии евреев. Но это равноправие было в большей степени на бумаге, чем в реальности. То есть, хотя провозглашалось полное равноправие, негласно евреям запрещалось получать офицерские должности в армии, хотя рядовыми они по призыву служили. В университетах евреям разрешали преподавать только естественные науки и филологию, а, например, право или тем более богословские какие-то дисциплины преподавать евреям и запрещалось. Середина XIX века ознаменовалась ростом капитализма в Германии, и в котором, естественно, евреи сыграли заметную роль, и Прущия становилась все более желанным центром, куда евреи из мелких провинциальных городков переселялись прежде всего в Берлин. То есть, к 70-м годам XIX века всего в Германии было около 450 тысяч еврейского населения, из них около 250 тысяч проживало в Пруссии, а всего Пруссия занимала две трети территории Германии и примерно столько же населения. И надо сказать, что к моменту объединения Германии в северных государствах, которые входили в Северо-Германский союз, в основном было принято аналогичное Пруссии законодательство о евреях, а в южно-германских государствах, сравнительно крупных, таких как Бавария, Баден, Вюртемберг и Великое Герцогство Гессен, зачастую действовало более либеральной законодательностью. Так, если в прусской армии практически не было евреев, офицеров, то в баварской армии таковые встречались. И когда в 1871 году произошло объединение Германии, это различие в какой-то степени сохранилось. Именно Бавария отличалась наиболее либеральным отношением к евреям из всех германских государств, что кажется нам сегодня парадоксальным фактом, если мы вспомним, что в 20-30-е годы 20-го уже века Бавария была основным центром нацистского движения, а в Нюрнберге проходили регулярные съезды нацистской партии еще до прихода Гитлера к власти. Но так или иначе, к концу 19-го века евреи все активнее интегрировались в социальную, культурную, политическую жизнь всего германского рейха. Второй рейх называли Германию от периода с 1871 года, то есть с момента объединения Германии, до падения монархии в 1918 году. Сложился круг богатых евреев, которых принимал личный император, их называли евреи-кайзера. И к началу Первой мировой войны евреи в Пруссии, такие уже ассимилированные в немецкой культуре, считались ярыми и были на практике ярыми такими патриотами германского государства. В то время началась довольно активная эмиграция евреев из Австро-Венгрии и из Российской империи в Германию. И вот коренные, так сказать, немецкие евреи всячески дистанцировались от своих восточноевропейских соплеменников, их называли Ост-Юден, выходцев с Востока, то есть восточные евреи. Их обвиняли в неотесанности, в религиозном фанатизме, а, собственно, коренные немецкие евреи говорили, что мы немцы Моисеева закона, то есть мы на улице такие же немцы, и только мы у себя дома молимся по-своему, по Моисеевому закону, и только в этом наше отличие от немцев. А восточные евреи там говорят на другом языке, носят особую одежду, и вообще это дикари. Вот такие среди немецких евреев странные господствовали настроение. Около 100 тысяч евреев принимали участие в Первой мировой войне, 12 тысяч из них погибли. Потом, в период Веймарской республики активно эксплуатировался этот факт, что евреев погибло среди немецких, евреев в процентном отношении даже больше, чем среди христианского населения. Однако немецкой еврейской общине после прихода Гитлера к власти это не помогло, как мы знаем. Ее история, несмотря на положительные тенденции 19 века, сложилась, как мы понимаем и как мы знаем, довольно-таки печально в конечном итоге. Продолжение следует...